Каждый фестиваль Алина удивляет зрителей чем-то новеньким. На этот раз было решено отказаться от традиционного ведущего. Валентин Гафт в роли ветерана приходит к школьникам на открытый урок и читает письма с фронта. Этот короткометражный фильм снимали отдельно, специально для Алины 2015. Ребята, сегодня к нам на урок мужества пришел очень дорогой гость. Я прошу Вас его поприветствовать. Проходите, пожалуйста. Валентина Осиповича, присаживайтесь. Военные песни, форма и графика на мониторах – здесь все пронизано роковыми с роковыми. Тогда, 70 лет назад, для того и ковали победу, чтобы теперь говорить о ней с улыбкой. Наверное, поэтому участники даже о самых грустных моментах говорят с улыбкой. Мне как-то грустно на душе, если честно, становится, потому что у меня во время войны тоже участвовала моя прабабушка, которая совсем недавно умерла. Но я очень рада за то, что мы победили, что мы свободны с родом. Подготовить просто хороший художественный номер было недостаточно. «Алина-2015» – это низкий поклон тем, кто отстоял мир, чьи имена навеки вписаны в мировую историю. А сотни тысяч павших за родину и по сей день продолжают носить звание «Неизвестный солдат». Ну, это грустный номер очень. Нужно все эмоционально делать. Номер о том, что медсестры спасали души солдат, которые превращались потом в журавлей. Участников фестиваля хореографа отбирали по всей России. Некоторые коллективы художественной гимнастики по нескольку лет боролись на отборочных турнирах, чтобы попасть на главное представление в Москву. И хоть сама Алина Кабаева ставит цель предоставить большую сцену всем гимнасткам, вне зависимости от класса, все же базовый уровень иметь надо. Отборочный турнир был немножко нам сложноват, потому что дети были совсем маленькие, нам было пять лет. Дальше было пятилетие фестиваля, туда попали все участницы, их было очень много, 800 участниц. Ну и таким образом, фестиваль Алина – третий год. Принимаем участие. Участие знаменитостей в фестивале художественной гимнастике уже стало доброй традицией. Иосиф Кобзон, Сергей Безруков и другие звезды исполняли песни военных лет, под которые танцевали дети. Молодые участницы гимнасты, когда это с таким уважением с гимнастом, к прошлому и к самой теме Великой Отечественной, мне кажется, это такое хорошее воспитание, нужное воспитание красавчиков того, потому что самое главное – память, забывать нельзя, замечательные, прекрасные слова. Никто не забыть, ничего не забыть. На этот раз обошлось без иностранных гостей. В прошлом году участвовали коллективы художественной гимнастики из Кубы и даже Японии. Потери Советского Союза в той страшной войне, несопоставимы ни с одной страной мира. За Великую Победу своей жизни отдали почти 30 миллионов русских солдат и офицеров. Поэтому по праву, на этой линии 2015, посвященной 70-летию Великой Победы, представлена только Россия. Детки выступили потрясающе. Конечно, все получилось. Я очень рада, что дети передали этот праздник. Конечно, он может быть и грустный, но с другой стороны, гордость мы победили. И то, что дети передают, через детей это передается, и как они к этому серьезно относятся, это очень дорогого стоит. Поэтому знаешь свою историю, и, как говорится, и в будущем будет все хорошо. Праздник Победы – это праздник единения всех людей, вне зависимости от их политических убеждений. Поэтому сюда пришли представители разных политических партий. Увиденные художественные номера под исполнение военных песен никого не оставили равнодушным и заставили пересмотреть действительность. В нашем спортивном клубе КПРФ на сегодняшний день художественная гимнастика не представлена. И думаю, что было бы неплохо нам сотрудничать с фондом Алины Кабаевой и этот прекрасный вид спорта, чтобы также был представленный в нашем спортивном клубе КПРФ. А закончился фестиваль красочным художественным номером с красными советскими флагами Победы и звездами. В исполнении Иосифа Кобзона «Не забывайте грозные года». Великолепная музыка, хореография, художество, гимнастика, славные советские песни и классные исполнители. Я давно не испытывал такого чувства гордости, когда у нас в Москве на главной сцене России идет представление, которое воспитывает каждого молодого человека и передает ему вот тот дух победы, патриотизма, любви к своей родине, без которого не бывает настоящего народа и сильного государства. Я хочу поблагодарить Алину за то, что она это сделала блестяще и прежде всего поклонилась нашим ветеранам, тем отцам и дедам-победителям, которые спасли страну. У нее были очень проникновенные первые слова. «Не будет праздника Победы, не было бы и нас, не было бы и нашей страны». Я бы очень хотел, чтобы это великолепное действие было показано на всех каналах телевидения. Еще раз от души поздравляю с нашей великой победой и желаю следовать дорогой отцов и дедов-победителей. После заключительного слова организатор праздника Алина Кабаева еще долго не могла уйти от детей, выпрашивающих автограф и умоляющих сфотографироваться. Иван Жушман, Алексей Шляков и Николай Прокопенко, КПРФ ТВ